Дорогие люди, всем огромный привет! В этом видео отвечу на ваши вопросы. Кстати, девчонки, я хочу вам сказать, что вы очень классно придумали, потому что под некоторыми видео есть комментарии, какие-то вопросы ко мне, и вы начинаете ставить на них, на эти вопросы лайки, сердечки. И эти комментарии у меня всегда вверху, и я понимаю, что этот вопрос интересует большое количество людей, и он у меня не теряется, и я могу на него ответить. Вот как произошло, например, с этим вопросом, который касается самостоятельной игры ребенка. Попросили раскрыть более подробно эту тему про самостоятельную игру, как приучить ребенок 5 лет, как научить, точнее, ребенок 5 лет совсем практически не играет самостоятельно, и что с этим делать. Давайте про самостоятельную игру разберемся. Мне кажется, я снимала отдельное видео, где рассказывала Пашанкова, что касается самостоятельной игры ребенка. Давайте еще раз проговорю. Во-первых, для того, чтобы ребенок играл самостоятельно, ребенок должен обладать определенными навыками. Ребенок не может играть самостоятельно, если он ничего не умеет, если вы не обучили его никакой моторной работе. И когда мы говорим про самостоятельную игру, мы можем говорить об этом, ну примерно начиная с трехлетнего возраста, с кризиса, вот такой отдельной сепарации, когда ребенок начинает воспринимать себя как отдельную единицу. Когда мы говорим про детей более младшего возраста, мы должны понимать, что там у нас есть главенствующие страхи, страхи потери родителей. У ребенка не развито образное мышление, то есть что происходит? Маленький ребенок, если он вас не видит, для него это равносильно тому, что вас нет, вы куда-то делись, понимаете? Когда ребенок вас не видит в комнате или когда вы закрываете дверь за собой, пойдя в туалет или в душ, для ребенка вы перестаете существовать. И для ребенка это колоссальный страх и стресс, и поэтому дети орут. Да, вот вы, вроде бы вы за дверью, но вы в туалет. Вроде бы вы за дверью, вы просто отошли в туалет. Но если ребенок вас не видит, у него нагляднообразного мышления еще нет всего возраста, плюс у него вот этот страх потери родителя. И что происходит? Он думает, мама, куда ты делась? Я ее не вижу, мне очень страшно. И когда мы говорим про возраст до трех лет, тут мы должны понимать, что с самостоятельной игрой в большинстве случаев есть, конечно, особые индивидуны, дети, которые могут самостоятельно себя занимать. И опять же мы сейчас говорим не про гаджеты, потому что с гаджетами-то, конечно, все у нас прекрасно. Ребенок может не заметить вообще, что вы ушли, если он в гаджет сидит. Но мы говорим именно про ситуацию, когда гаджетов нет, телевизора нет, развлекаться нечем. Естественно, когда мы говорим про маленького ребенка, до трех лет ему выстроить самостоятельную игру крайне-крайне тяжело. И мы начинаем прям буквально с минуточек. Я как человек, как мама, которая практически постоянно с ребенком одна, да, ну вот до трех лет, почти до трех лет я вообще была одна. Потом уже мама моя переехала поближе, я могла немножечко оставлять. А так, так как мой муж всегда в командировках, я ребенка с рождения, ну вот мы 90% времени проводили вдвоем. И я изощрялась, как могла для того, чтобы его занимать. То есть я его, например, оставляла в комнате, мне нужно было что-то делать на кухне. И я по дороге на кухню раскладывала какие-то предметы, шнур какой-то, розетку, ну вот что-то такое, такие пульт, ботинок. Еще я прямо вот так раскладывала дорожку. И он пока полз ко мне или потихонечку шел ко мне, он занимался. И я могла вот немножечко передыхать, пока он до меня доползет. Еще он меня очень любил играть в карточки. Я там уже в карточке могла разложить ему в комнате на диване. И он мне на кухню приносил, я ему так говорила, принеси трактор. Он идет, пока он там этот трактор найдет и несет. И я понемножечку выдыхала. И он приучался немножечко быть вот один. И постепенно я его учила занимать. Но большей частью самостоятельная игра, вот в раннем возрасте, она находится при маме. То есть я, например, готовлю, а ты самостоятельно чем-то занимаешься, чем-то увлекаешься. Но я тебя вижу, ты находишься при мне. Это логично. Ребенку нужно, чтобы на него кто-то смотрел в этом возрасте. Когда мы говорим про возраст старше трех лет, то в норме самостоятельно ребенок может играть минут 20. Вот такая вот есть история. 20 минут ребенок может себя позанимать. Но опять же, он сможет себя занимать только в том случае, если вы ему дали навыки. Если ребенок умеет что-то складывать, что-то раскладывать, что-то собирать, перебирать картинки, листать книжки. То есть если вы его до трех лет обучали. И если вы не убираете игрушки. Сейчас такая тенденция в связи с тем, что у нас какая-то идет очень сильная, не знаю, очень сильно форсируется возраст игр. Я знаю, что очень многие специалисты это делают. Зачем-то? То есть на игре написано, например, 7+, давайте с двух лет. И получается, что делают родители? Они уже напокупали то, что 7+, 10+, а ребенку, например, 3 года. А остальное убирают, потому что просто все не помещается в комнате. И ребенку заниматься нечем. Он вот это еще не тянет. А это вы уже все отдали, потому что это что? Потому что это уже не нужно. Вам говорят, да это вообще возраст одного года. Ну и что, что это возраст одного года? Но вы можете эти игрушки, эти пособия, которыми ваш ребенок играл в годик, вы можете их оставить в самостоятельное пользование. И ребенок этим будет как раз заниматься в свободную игру. Так ведь и происходит, что игрушки, которые раньше были развивающие, та же пирамидка геометрик. Вот вашему ребенку 3 года, он ее в 2 освоил. Но не убирайте вы ее. Положите ее красиво на полочке. И ребенок сможет сам ей заниматься. Все, что для ребенка легко, это все будет его занимать самостоятельно. Если вы будете оставлять только игры с каким-то развивающим потенциалом, ваш ребенок не будет за них самостоятельно браться. Потому что это развитие, это обучение, для этого взрослый нужен. Поэтому нужно оставлять, оставлять игрушки с раннего возраста. У нас до 5 лет были еще в пользование игрушки, какие-то кубики, какие-то пирамидки, еще какие-то матрешки и так далее. Да, матрешки. Потому что ребенок их прекрасно изучил. Он знает, как с ними взаимодействовать. И когда у него самостоятельное время, он берет вот эти вот все простые, понятные для него игрушки и играется с ними. Если вы будете оставлять только все, что с потенциалом, только все, что развивающее, а чем будет ребенок-то самостоятельно заниматься? У него еще этих навыков нет, ему для этого вынуждены. И это тогда уже не самостоятельная игра. Поэтому самостоятельная игра для самостоятельной игры. Первое. Нужны навыки. Второе. Нужны игрушки, игры, пособия, которые у ребенка получаются превосходные легко. И третье. Нужно время. Время, когда ребенка никто не развлекает. Когда нет телевизора. Когда нет гаджетов. То есть у ребенка должна быть такая, знаете, есть такое понятие, как медленная жизнь. То есть что такое медленная жизнь? Это не когда вы пришли, у вас уже такое-то мероприятие, у вас скоро обед, у вас скоро сон. То есть когда вы живете в таком ритме, что вы постоянно куда-то вам нужно. Ребенок просто не будет успевать замедлиться, переключиться, успокоиться для того, чтобы собраться для свободной игры. Он всегда будет жить вот в каком-то таком невротическом состоянии. Ему, конечно же, для этого нужен кто-то рядом. Медленная жизнь. Более размеренная, более спокойная. Не пытайтесь в один день все впихнуть невпихуемое. У ребенка должна быть свободная игра, свободное время, тишина. Когда нет ни музыки, ни в каких-то звенящих игрушек, ни песен, ни телекофоном, ничего. Вот это запускает навык самостоятельной игры. И вот эти вот три пункта вместе, они как раз и работают на то, что ребенок начинает самостоятельно заниматься и учиться проводить время с самим собой. У него есть навыки, он умеет взаимодействовать с игрушками, то есть вы обучили, вы научили играть в такие-то игры, раскладывать, не знаю, там пассианс, собирать мозаику, собирать пазлы, читать, если мы говорим про более поздний возраст. То есть вы его обучили чему-то. У него есть навыки, он умеет что-то делать. Второй момент – это то, что это в доме есть. То есть у вас создана вот эта развивающая среда. У ребенка есть какой-то минимальный набор вещей, до которых он может сам дотянуться. Сам взять. Ему удобно сесть за стул. Например, вот моя ошибка была, когда Толя был, по-моему, два года, я купила вот этот растущий стул, такой, знаете, большой, чтобы за обычным столом сидеть. Но он на него сам сесть не мог. Ему нужна была я, чтобы он сел, и я его пододвинула к столу. И мы потом этот стул убрали на кухню и купили ребенку низкий столик, стульчик, чтобы он мог сам самостоятельно сесть, пододвинуться и чем-то заниматься, понимаете. То есть должна быть вот эта вот развивающая среда. И под развивающей средой, я говорю, не огромное количество игрушек, а чтобы был какой-то минимальный набор в доступе у ребенка. Потому что когда слишком много всего, это тоже его отвлекает. Когда вот прям не дом, а не квартира, а магазин какой-то, филиал магазина игрушек, это тоже отвлекает. Пусть у вас будет филиал, пусть у вас будет много игрушек, но вы их убираете наверх, а в зоне доступа ребенка, то, что он видит, пусть будет немножко. Выбирать будет проще. И третий момент – это свободное время. И вот эти три фактора, они дают ребенку возможность самостоятельно играть. Дальше был вопрос, девчонки, вот сейчас не могу его найти, но я его прочитала, запомнила. Был вопрос про домашнее животное, что начала собака бесить и раздражать, когда появился ребенок, потому что с ней надо гулять, ей нужно уделять время, и очень тяжело. И я вот хотела вам на этот вопрос ответить, я сейчас не могу его найти. Ну, в общем, смысл я передала. Девчонки, что я хочу вам сказать по поводу домашних животных. Вот когда у нас появляется ребенок, вообще в принципе материнство, оно дает нам возможность понять, что мы нуждаемся в помощи. Материнство дает нам возможность понять, что мы на самом деле хрупкие, что мы не можем все вывести на своих плечах. И когда вы стали мамой, и вас начинает что-то бесить и раздражать, что в принципе вам раньше доставляло удовольствие, это может быть связано с домашними животными. Это может быть связано даже с мужчиной. Раньше вам доставляло удовольствие вставать, ему завтраки готовить, три блюда, вещи ему все наглаживать, собирать, тапочки ему подносить и так далее. У вас было вот это вот чувство, вам хотелось заботиться. Но сейчас вы стали мамой, и у вас энергию все забирает ребенок, а дети забирают много энергии. И вы понимаете, что вы такой же человек, который нуждается в заботе, что вы нуждаетесь в заботе, как и любой другой человек, что вы не можете взять и всю себя раздать на всех. Вам нужно что-то оставлять себе, или вам нужно, чтобы вам кто-то тоже давал вот это ощущение, что я о тебе позабочусь, я о тебе помогу. Вы начинаете ощущать себя человеком, которому тоже нужно. Вот материнство, оно вот прям прекрасный такой показатель, прекрасная лакмусовая бумажка, как вы жили до этого. Если вы до материнства жили, раздавая всю себя на то, чтобы заботиться о доме, заботиться о животном, заботиться о муже, заботиться о родителях, еще что-то. Если вы до рождения ребенка ничего себе не давали, никак не восполняли себя, когда у вас родится ребенок, вот здесь вы все это почувствуете, что вы забыли про то, что вы тоже человек, что вы забыли про то, что вам нужен покой, уход, сон, отдых, что вам тоже нужен ресурс. И поэтому, когда мы говорим про домашних животных, я это испытала сама со своим котом. Вот что делает мой кот? Девочки, я обожаю своего кота, он со мной 13 лет. Я его купила вот таким вот малюсеньким котеночком. 13 лет он со мной вот так вот и спит. Но что он делает? У меня ребенок начинает засыпать. Ребенок у меня засыпает с открытой дверью. Потом я могу ему прикрыть, если я собираюсь телевизор посмотреть. В общем, вы понимаете, да? Но когда он засыпает, дверь в его комнату открыта. И что делает мой кот? Он начинает орать, мяукать, он начинает носиться. А он, в смысле, не грациозный котенок. Это такой мешок неуклюжий просто. И когда он начинает бегать, топот такой стоит. И вот он это делает каждый вечер, когда Толя засыпает. Для чего он это делает? Ничего не помогает. Я пробовала его шугануть, я пробовала там где-то запереть еще. Ничего не помогает. Единственное, что помогает, это я должна взять его на ручки и сидеть гладить. Вот он таким образом требует мое внимание. Вот по-другому никак. И меня, естественно, это раздражает, опустошает, то, что мне ребенок засыпает, я хочу для себя пожить. И тут это мое сиамское вообще сокровище, хотел сказать чудовище, но нет, сокровище он, конечно, начинает требовать к себе внимания. Конечно, да, мне тоже тяжело. Я сказала, что больше я никаких домашних животных не буду заводить, только, может быть, на пенсии, когда мне опять захочется о ком-то заботиться. Но что это дает? Это дает возможность понять вам, что вы нуждаетесь в заботе. Вам нужно либо прогулки с собакой переложить, если у вас есть супруг. Пусть супруг встает раньше и перед работой гуляет с собакой. И вы прям скажите, слушай, я не вывожу, я не могу, мне тяжело. Если ты не возьмешь на себя хоть что-то, я просто начну рвать на себе волосы, и плохо будет всем. Потому что когда маме плохо, она начинает пилить мужа, она срывается на детях и так далее. Ну как бы нужно честно, откровенно поговорить. У меня тоже с мужем был разговор, я говорила, слушай, ну если мы с тобой не разделим что-то по быту, если мы как-то не организуем нашу жизнь по-другому, плохо будет всем. Потому что мне тяжело, я человек здоровый, я хочу быть счастливой, я хочу радоваться этому дню, радоваться тебе, когда ты приезжаешь, радоваться, когда ребенок проснулся. Они вот в этом состоянии, я не хочу так жить. И так как ты мой муж, я хочу, чтобы ты мне помог избавиться от этого состояния. Давай что-то с тобой придумаем, что-то разделим. Но самое главное, я не помню, к сожалению, как вас зовут, потому что не нашла до сих пор этот комментарий, но самое главное, поймите, что вы не одна такая. Это нормально. Это нормально. Кого-то муж начинает бесить, потому что он вел себя, оказывается, муж-то как ребенок, я о нем заботилась, к врачу его записывала, трусики ему по цветам раскладывала. А сейчас у меня настоящий ребенок появился, а как бы муж-то не повзрослел, а муж-то как остался ребенком, только еще чужим ребенком свекрови. Кого-то муж начинает раздражать, кого-то животные. Но если муж ваш может повзрослеть, с животными мы, конечно, ничего поделать не можем. Мы их любим, мы их обожаем, но просто можно что-то, значит, делегировать. Нужно что-то делегировать и отдыхать, иначе вас разорвет. Так, ой, что-то как-то много. Да, давайте я в следующем видео продолжу отвечать на вопросы, а то у меня голос еще не восстановился, и мне прям тяжеловато долго болтать. Поболтаем в следующий раз. Всем пока.